Расскажите, пожалуйста, действительно ли в ближайшее время можем ожидать завершения конфликта и на каких условиях это может произойти? Ожидать можем, это не точно. Сейчас поступают разные публикации, появляются они могут быть и вбросами, и действительно попытками журналистов что-то получить, потому что в переговорах людей занято много, поэтому какие-то сливы теоретически возможны. Как правило, публикации появляются, потом через два часа возникают их опровержения. Но вот пока что, по данным Аль-Джазиры, есть некое продвижение на переговорах в Дохе. Израиль согласился освободить 400 палестинских заключенных из тех, что отбывают длительные сроки тюремные, в обмен на это Хамас освободит 40 заложников, это в основном женщины и пожилые люди. Разрабатывали это еще на встречах в Париже. Предполагается, что на 40 дней по числу заложников будет прекращено, будет введено перемирие, будут прекращены военные действия, будет разрешено постепенное возвращение жителей в северную часть сектора Газа. И увеличится, это было требование Хамаса, и как Аль-Джазир утверждает, Израиль его принял, увеличатся поставки гуманитарной помощи. То есть вот те 500 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день, которые Хамас хотел получить, они будут поставляться. Вскоре после этого власти Катара заявили, что информация не очень верна, нет никакого прорыва в переговорах о прекращении огня и в сделке по освобождению заложников. До этого, когда Нетаньягу посылал свою делегацию в Доху на очередной вот этот раунд переговоров, он не послал туда руководителей, Хамаса, Шабака послал людей уровнем пониже, он остался вроде бы не очень доволен тем, как они переговоры вели. Ему показалось, что они ведут себя слишком мягко, на ранних этапах предлагают больше отступлений, чем нужно. Это привело к другим, скажем так, публикациям, спекуляциям о том, что может быть все-таки Нетаньягу ужесточает намеренно свою позицию, чтобы сорвать сделку. Ну и у нас есть еще и публикация о том, что якобы Байден считает, что благодаря вот этим договоренностям удастся завершить боевое противостояние до 4 марта. До 4 марта, значит, примерно уже на следующей неделе, по-моему, да, через несколько дней, на этой неделе даже. Вот, и что самое, на следующей неделе, в начале следующей недели, и это значит, что это произойдет до месяца Рамадан. Там тоже появлялись у нас сообщения о том, что американцы хотят до месяца Рамадан завершить эту эпопею, хотя бы промежуточного какого-то результата добиться, чтобы месяц Рамадан у мусульман в Газе прошел без обстрелов, без бомбежек и с возможностью получить, ну, хоть какое-то подобие праздничного ужина. После этого слова Байдена тоже были опровергнуты, поэтому мы имеем здесь большое количество вбросов и надежд, но точной официальной информации у нас, разумеется, пока нет. Вы говорите о том, что по предварительным договоренностям может быть освобождено около 40 заложников, которых сейчас содержит Хамас. Скажите, заложников-то, вот насколько мне известно, сейчас больше. Что будет с остальными? Никто пока не говорит. Изначально, когда велись эти переговоры, то есть мы сейчас говорим примерно о 132, если мне не изменяет память, о заложниках, но про которых известно, что 31 из них погиб. Может быть, погибших больше, 31 это оценка армии обороны Израиля, то есть это и заложники, и тела. Среди заложников есть как молодые люди, парни и девушки, так и пожилые, так есть люди больные, которых нужно освободить по гуманитарным соображениям. Там есть, опять же, дети. Мы до сих пор не знаем судьбу всех детей, которые оказались там. И изначально предполагалось, что если сделка будет завершена как окончательная, то в ней должно было быть три этапа. На первом этапе вот как раз шла речь о женщинах, пожилых людях, людях, которые нуждаются в освлечении срочном. А потом говорилось, что на втором этапе собираются освободить вроде бы женщин, и только на третьем шла речь о мужчинах, военнослужащих и об обмене телами. Не об обмене телами, вернее, о возвращении тел заложников в обмен опять на партию некоторую заключенных из израильских тюрем и тела, которые удерживает Израиль, тела террористов, либо тела, которые были забраны из больниц. Но пока что ничего не говорится о следующих этапах. Речь пока идет о том, чтобы хотя бы достичь одного этапа и за счет него выдернуть еще какую-то партию заложников. Я напомню, что с самого начала вообще речь шла о 230 с лишним людях, которых потом многие погибли, многих убивали хамасовцы во время наступления израильтян, когда вынуждены были бежать, и у нас появлялось то ли иное свидетельство о том, что заложники живы, буквально появлялась за несколько часов до того, как мы находили погибшими, застреленными эти тела. Есть заложники, которые погибли в результате израильских ударов, поскольку их нахождение не было освобождено. Ну и трех заложников удалось в ходе всей этой операции освободить боем. Одну девушку военнослужащую вырвали. Кстати, вот девушку военнослужащую, которую освободили в первый месяц, практически сразу после боев, нашли и спецоперации вырвали ее оттуда. Она буквально позавчера по своему желанию вернулась в ряды армии обороны Израиля и продолжает участвовать сейчас, вот вернулась к операции в секторе газа. Ну и двух аргентинцев, израильтян с аргентинским вторым гражданством, вы это знаете, тоже освободили. Другой информации нет. Вот о плане, который представила Бенимин Нетаньяху по поводу послевоенной газы, какой она должна быть, что и как планируется. И поддержали ли союзники Израиля сейчас вот этот план? Потому что там были очень разные разговоры. У нас, если вы обратите внимание, всегда существует определенная разница между позициями Бенимина Нетаньяху и позициями администрации Америки. Разница эта заключается в том, что Израиль ни в коем случае не соглашается от отказа за контролем над безопасностью на территории сектора газа. Ни во время операции, ни во время перемирия, ни после него. Потому что мы знаем, что восстановление террористических группировок происходит очень быстро. Если Израиль не контролирует контрабандные тоннели, если Израиль не контролирует КПП, в том числе с Египтом, если контроль израильский недостаточен, то, соответственно, они восстанавливаются быстро. Даже в ходе вот этой военной операции, как только Израиль уменьшил свое военное присутствие в северной части газа, с которой, в общем-то, все и началось, там тут же начались попытки восстановить вооруженные очаги сопротивления Хамаса. Потому что боевики в гражданской одежде, под видом мирных людей, возвращаются обратно, находят тайники с оружием, которые там остались, армия не закончила там зачистку. И туннели некоторые там еще остались. И, соответственно, отказаться от контроля за безопасностью, это означает через несколько лет снова получить ту или иную террористическую организацию, Хамас, исламский джихад, возможно, любую другую, при поддержке какой-либо страны. Неважно какой, сейчас это был Катар, до этого был вместе с ним Иран, после этого может стать Россия, которая, вы знаете, приглашает уже в Москву не только делегации Хамаса, но и делегации исламского джихада. На встрече, и мы получим то же самое. Поэтому главное это требование Израиля, это продолжение присутствия, продолжение контроля за вопросами безопасности во всем, что эта тема включает. Возможно, в том числе и в удержании Москвы блокады, благодаря которой жители Газы не могут получать напрямую товары, а проводят их через порты в Ашдоди, порт в Ашдоди израильский. И потом они по территории Израиля доставляются уже в Газу, либо везутся обратно. Это самое главное. Вторая часть касается вопроса продолжения военной операции, вторая часть разногласий. Американцы, в общем-то, жестко не возражают против операции в Рафехе, это самая граница с Египтом. Египет, видимо, по согласованию с Израилем подтянул сюда вооруженные силы, в том числе танки, несмотря на то, что мирное соглашение между Израилем и Египтом предполагает демилитаризацию трехкилометровой зоны от границы в оба направления. Израиль, видимо, дал это разрешение на случай, если мы войдем в Рафех, то нам тоже придется ввести свои танки в эту зону. И говорится сейчас, что Египет предвинул это из-за того, чтобы не позволить в случае операции большим массам жителей Газы прорвать египетскую броницу и просто убежать на их территорию. Они этого не хотят. Америка говорит, объясните мне, если вы начнете войну в Рафехе, то каким образом вы собираетесь, миллион четыреста тысяч человек, оттуда эвакуировать или обеспечить им возможность эвакуации, куда именно они уйдут. Израиль до сих пор полного такого плана не предоставил, хотя работа по этому праву ведется. Что касается непосредственного восстановления Газы, в которой в той или иной степени повреждено, по оценкам независимых экспертов, примерно 50% всего, что там было построено. То есть не обязательно это полностью рухнувшие здания или полностью зачищенный квартал, снесенный с лица земли, хотя есть и такое. Это могут быть просто повреждения того или иного рода. Значит, весь этот объем нужно восстанавливать каким-то образом. Оценка сейчас примерно в 20 миллиардов, до 20 миллиардов долларов. Это оценочная стоимость восстановительных работ. По всей видимости, должен быть сформирован некий арабский, либо межарабский, либо международный консорциум, который за деньги доноров начнет вот эти восстановительные работы. Нету, опять же, точного плана. Есть наброски всякие, есть проекты и предложения, но нету точного плана, потому что в том числе пока не очень понятно, как совместить израильское военное присутствие с работами по восстановлению. Израиль сам, со своей стороны, начал делать некоторые шаги по восстановлению там, ну хотя бы некоторого подобия гражданской жизни. Например, мы передали туда две пекарни с расчетом, с объемами выпуска довольно большими, которые могут печь булочки, питы, всевозможную, ну такую мучную продукцию обеспечивать. И, вопреки требованиям ранним, передали не Хамасу, властям Хамаса, чтобы они потом распределились каким-то образом эти ценности, а передали напрямик местным жителям для того, чтобы они начали производство. И тех жителей северной части сектора, которые там еще остаются, или которые будут туда возвращаться, могли бы начать этим кормить, чтобы, ну, каким-то образом снизить гуманитарную катастрофу, снизить гуманитарные проблемы. Туда мука, естественно, поставляется донорами, а вода поставляется питьевая донорами. То есть о местном производстве там сейчас, в общем-то, не идет и речь. Эмили, спасибо вам большое за эту информацию. Мишель Лимович, главный редактор портала «Детали». Продолжение следует...